Сдохла, а сокол улетел от меня. А мы каждый день видим здесь, и пернатых, и каких-то нет. А у вас голубки маленькие вы родились? Да. А можно выглядело смотреть? Конечно. А мы сегодня только смотрели, залазили, вчера вылупили. А можно было еще раз? Ну, залезешь или нет, это было высоко лезть это. Так хоть куда. Ну, смотри. Меня высота не остановит. И батюшка там останавливается, останавливаться и здесь не надо. Мы стоим в улице, а он в храмовой ограде. И поэтому эти разговоры от нас сокрыты уже. Мы сработаем. А вы думаете, они какие-то тайные разговоры не ждут? Причем тут тайные, это когда просто все собираемся здесь. Ничего тут тайного нет. Тайные это один ходит. У вас сегодня голубкова смотрела? Да, да. Маленький, да? Я рассказывала. Маленький, короче. Маленький. У меня попугайчики дома такие миленькие. Какой, говорю, я мир там сверху видела. Когда я тихоньку на крышу затащила. А я тут высоты боюсь, что там ничего залезет, да, все слезет. Ой, как хорошо. Вы и эти моменты документируете, да? А мы все, говорят, да. У вас все ходы записывали? Нет, не будем. Отдыхайте. Отдыхайте. Она играла с блоком. Она не верила, это нормально. Отдыхайте. Она, наверное, говорила, боженька, попростись. Мы разговариваем за пределами храмовой ограды. Батюшка там останавливает людей. Мы столько раз ему говорили. Поэтому я сзади ничего не знаю. Моя задача, чтобы люди не были голодные и нормально уехали. Об этом не могу помолить. Че торопишься-то? У меня дома забота. Забота. А то побыл бы здесь. Не могу, матушка у меня плохая. Она сейчас со мной живет. Вы ее, может, помните, Игнатий Ильич? Еще бы, на крышу ее было. Она сейчас совсем не такая стала. Она на стенке есть. Уже немножко головой тронулась. Поэтому ее оставлять нельзя, хуже малого ребенка. Все, пропал кот. Маш, отрасколько? Пропал. Сейчас Лену поставлю. Лена у кого садится? Надежда Васильевна. Надежда Васильевна. Поехали. Честен на потерь. Хотите у нас ходить, да? С мамой Леной? И где? Вон Лена стоит. Вот я привез познакомить. Григорий. Батюшке я представил уже. Продай, продай. Мы сейчас... А как это живете? Ну не знаем, что предложат. Батюшка что-то скажет. Без него никуда. Нельзя, надо обязательно только это продавать. И спят, и спят. И спят, и спят. Или кто? Ну что? Нет, вы на том не годится. Кажется, 3 недели делать. Кажется, 3 недели, каждую следую. Здесь благодарственные молитвы. Приехали с короткими рукавами. Поэтому в притворе стояли. А это неправильно. А я как узнал, что... Ну что? Это я всегда одна из коротких истребил их. Ну все свитера, которые раз дал, раз от пояс. Потом у меня нарушение быть не может. Так. Батюшка-то узнай, подойди, скажи. Я как... Где обедать будут? Знаете, насчет обеда. Какого обеда? Ну типа нас покормить, чтобы не голодные отправлять. Ну что, ну пойдемте, я каши сварю. Поэтому, ну надо знать, что... Ну что, я вечером ничего... Салат сделаю, помидоры. Ты можешь взять себе покормить, а не ей. Ну я ничего не готова. Ну мне, мне каши есть каши. Я почему не голодные отправляю? Ну ближе, ну что у тебя? Подняли какое-то. Так а мы же не голодные. Мы же не голодные. А вот тут полное ведро. Ну вот салат сделать. Ну сколько у тебя все... На корме. Да, слушай. Ну что-то. Ну что-то, матушка, не созваниваясь еще? Лена. А мы же ничего не знаем. Значит вот, она у нас как заповар. Она говорит, что у нас там что-то есть. Ну смотри тогда, если... Так ты уже взял, купил, нет? Пост начался. Мы поэтому пищу предлагаем такую, какую и сами едим. А сами едим все постно, даже без насекома. Так я уже два года постно только ею. Ну да, ну я говорю, чтобы знали. Это не потому, что мы нам жалко или что-то. Вчера у нас и молоко, и было, и мясо, и рыба. А сегодня ничего нет. Игнаин Тихонович, я два года уже мяса вообще нет. Я уже лет сорок, рот не меру, больше. Так, милости просим к нам в лагерь. Так а кошку сувозьмем? В лагерь. Ну и тут много кошек. Ты моих не видел еще. А батюшка хотелось. Так, с батюшкой решайте как. А то пойдем сейчас. У нас ужин в семь часов. Мы поедем, потому что нам возвращаем. Да, нам бы уже уйдет. А если полтора метра, то что? У тебя уже надо будет... Можно же не ждать семи часов на корме. А мы сейчас к удочке дадим. Ну ладно, пойдемте. Ну ладно, пойдемте. Тогда вы оттуда пойдете. Закажите, зачем она нужна. Пускай домой караулишь дом. За папой. Без штурмана уже не можешь привыкнуть к штурману. Ну да, да. Ну ладно, смотри. Так, погодим, кто там взял. Утеля пришел. Господи, Алагостолина. Я с ней не дарил, что у мужчины может быть. Хвала себе нахер. Аминь. Аминь. Так, ты за стол. Сережа, посмотри, какие утистера на здесь. Утеля. Вытащили. И начали щупом. В одном месте защупали доски. Разрыли доски. Открывается шурф вниз. Они бы скрыли. Там картошка. Но они ленивые. Если бы картошку они выбрали, в одном месте стенка поворачивалась. Дальше тоннель со светильниками шел под землей на 4 метра. В глубине. А там об этом писали, говорит. Маленький монастырек был. Приезжали люди, вскрывались. И никто нигде не мог найти. У нас таких схронов было где-то 5 примерно. Дети заходили. Взрослые были из армии. Все туда шли с завязанными глазами. Один только был поводыр. И уходили. А сейчас еще там есть этот? Или завалили? Это все в фильме. Это все есть в предчувствии. Ну сейчас завалили или еще нет? Завалили, все завалено. А, завалили. Это обыкновенный подвал. Ну, само завалилось. Само завалилось. Да. Грунтовые воды поднялись. И стало обрушение стен. Стены-то были просто глиняные. Так что здесь много интересного было. А в то время никак не укрепляли? Нет. А чем укреплять? Рядом пастухи. Вот. 50 метров от нас. Нам нужно было делать, чтобы никто не видел. А там их копали в земле. Землю ведрами вытаскивали. Тут откуда-то людей не было. Тогда детей было много. Один раз только с поезда одновременно сошли. 72 человека. Тут каких только не было. Это Украина. Это Прибалтики ехали. Навозная куча у нас. Смотри, лагерь. Там ступи на навозной куче. Что может быть круче. Поется. Дети поют. Им это интересно. Я помню, приехал первый секретарь райкома партии. Купаев. Хороший человек. Я к коммунистам очень отрицательно отношусь. Но это хороший просто. Никогда он не мешал. Нигде. И вот приехал. А у нас тут работы идут. Вот у Киеви как раз строили. А он привез директоров, сельсовета председателей. Показать. А сколько у вас человек. Я говорю, не знаю. Потому что каждый день приезжают, уезжают. На разделье жили люди. Мы туда каждый день ходили. Я не знаю сколько. Может, литр 30 молока только брали. Тут по трассе проезжала машина с хлебом. Мы останавливали хлеб, покупали мешками. Народу много было. Просто много. Ну, а сейчас сколько? Не знаю. Ну, я говорю, колокол ударил. Ударил колокол. А они вот это вот, видите как, вот это вот. Прожилины. А тут вот переплетенное как это тын делает. Ну, из двух сторон. Там девчата ставят. Здесь ребята это сама. Грин, грин нас обьют. А лечит. Все у меня замазанные все. Колокол ударил. Они поскочили, встали. Он говорит, вот это да. Ну, он после собрал всех там представителей своих в районе и рассказал. Посмотрел, какие качели. Насколько все, говорит, интересно. Государство ничего не просит. А тогда уже ничего и не было. Надо просто научить, что жить интересно. Бедности. Красиво, интересно. Никому не завидовать. Вот посмотри, дети, что вы нас должны знать. Это самое основное. Ну, посмотри. Просчитай. Лена, слух, просчитай. Самое основное. Кто изобрел мобильный телефон? Мартин Купер. Кто изобрел интернет? Дальше. Тим Бернерслик. Кто президент России? Кто премьер-министр России? Кто губернатор Алтайского края? Пять основополагающих вопросов. Это не только мы верой занимаемся. А смотри, главный лозунг у нас какой. Читай. Россия должна встать. И дети сядут за хор, и Россия должна встать. И дальше Россия это мы. Вот патриотизм. Это не дутый какой-то. Вот они должны знать, кто наш губернатор Алтайского края. Карлин Александр Богданович. Они знают Евангелие, должны это знать. Бухонемой язык, вот они как-то не знают. Это во время дежурства, когда за столом. Какие расписания, какие правила. Правила еще. Он молодой человек, ознакомьтесь с нашими правилами. Вы начинаете. Вообще нигде нет. Правила надо сказать. А можно еще правила показать? Правила можно показать еще. Ну теперь правила наши считала, знаешь. Да ладно. Я его Григорию. Григорию. Подойдет, не подойдет. Приехал корреспондент. Он очень хороший. У меня почему-то все хорошее попадается в ее жизни. И вот он, кто поселится, должен доказать, что не лжет. Кто поселится. Не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Ну он, я говорит, решил испытать, как я гожусь или нет. Я говорю, вот я не пью, не курю. Я говорю, а как насчет матерного слова? Бизонова обойдемся. Игнать Иванович смирил у нас. Говорит, подойдешь. Не раз печатался, про нас писал, не врешь. Это он в газете в районе написал, а потом русский дом. Это такой центральный журнал, патриарший. Он за границей идет. Там 10 фотографий наших поместили. Как они были. Сейчас собираются в конце августа приехать корреспондент опять. А ничего нету. Я гляжу, говорит, если это ничего там нет. Вон, посмотри. Когда была тут Наталья, вот она знает, Наташа Приходько. Тут розы цвели, все она занималась. А сейчас просто нету, никого нет. Виктор Николаевич старший, я начальник. И мы в отъезде третий год. Третий год сейчас нету. Но есть что вспомнить? Да, уж такое путешествие. Да, путешествие. Как бы ни машина, но мы благодарим Бога, и получилось здесь из-за поломки, у нас новые встречи пошли в другом направлении. Эвакуаторы как нас тащили, 4 эвакуатора. Так через море переплывали. Из-за эвакуаторов это заплатили больше 100 тысяч. Ой-ой-ой. В общей сложности, если так взять, все до конца, наша поездка обошлась, может быть, в 450 тысяч. Там дорогое, там машина жрет много. Мы ни на что не смотрели. Совершенно нам незнакомые люди, я в глаза не видел. Вдруг один человек. Вам деньги нужны? А кто такой? Нет, не знаю. Даже не спрашивайте, а фамилия не знаю, еще 200 тысяч переводят. Когда узнали у нас поломка, бросайте машину там, перегружайте. Сейчас пересылаем деньги, покупайте иномарку, едете дальше. Вообще. Вот что значит, Лена, дело угодное Богу. Притом люди, которые в глаза не видел, у которых ничего не просил. Нас перетащили через Литву, дальше в Калининград, это все в эвакуатор. А человек, который руководит этим, оказался в Испании. И он оттуда посылает эвакуатор, из Калининграда дает указание. Нам выделен человек, который нами занимается. В течение одного дня отремонтировали, поставили, толкнули ему уже в Латвии, уже в Эстонию. Это нельзя сделать. Вот когда мы поехали, мне, вам-то уж все равно, вроде я отпетый уже, в Чечню ехать, не бери ребят туда. Там их арестовывают, они там головы режут. Особенно вот это Дагестан. Не думайте в Азербайджан ехать. Мы три раза только в Чечне были. Два раза в Дагестан и два раза в Азербайджан прошли. В доме муллы ночевали, какие беседы были. Все, что говорят, правда, но на нас это не работает. А они видят, кто мы. Нас проверяют, у нас сопровождение какое. Нас ангелы хранят. Вот они люди там такие, я никого не оправдываю. И никого не виню. Я знаю, что я перед Богом. Вот в Турции были. Там мусульмане, одни мусульмане. Мы 12 часов стояли, молились. Там сотни, может, тысяч людей видели. Самое сильное свидетельство было в Турции, где нас практически не было. Один Бог. Представьте, только приезжаем в Лиссабон. Лиссабон, Португалия. И прям сходу. Только зашли, тут же выходят, запивку несут, просторы несут меня вперед. Говори слово. Выходит один, такие-такие люди. Давайте сбор сделаем. Пока мы стояли, уже 250 евро кинули. Почему? Передо мной, в прошлом году, был там отец Геннадий Фаст. Вел занятия. Отец Геннадий Фаст, мое духовное чадо. Пришел из Менонитов, немец. Магистр богословия. И он там все рассказывал. И как там они узнали, что приехал духовный отец отца Геннадий Фаст, там вообще не выскажешь, Там один за другим, со мной сфотографируйте, со мной сфотографируйте. А мы вот такие, какие есть. Поэтому мы, это все заснято, самое главное-то, заснято на видео. Люди везде хорошие. Представь, вот мы оттуда поехали, мост, 21 километр мост. Видели такие мосты? Ну, видели на экране. На экране. Живьем нет. Ну вот на нашем экране видели? Нет, вообще, гигантские сооружения. 21 километр мост идет, через пролив. Мы не знали. А когда входили мы из Европы на Скандинавию, там какой мост. Как и ветряки стоят посреди моря. Тоже никогда не видел. Энергию вырабатывают? Да. Особенно в Германии этих ветряки стоят там миллионы. Просто туча, стук 150 сразу. А собака-то лежит, а она не поймет, что ветряки-то. Ему кажется, что кто-то машет палку, он лает на эти ветряки. Нам интересно людям рассказать, как Господь нас хранил, как благословил, какие появились друзья сейчас новые. Даже высказать нельзя. Как во сне. В сне. Да, нам пора уже. Поехали? Давайте с Богом. Что-то у нас так долго дорога получилась, нам бы засветло вернуть. А, ты в Вольверопрессор ехал? Да. Ну, светло. Простите, я нанежу всем. Записи. Просто мы с вами головы летели. Аккуратно. Ну, ничего, Ляда. Что-нибудь плохое дело делать. Тут ехал. Вот сейчас отъезжает. Ты знаешь, воспоминания, все остальное ганит. А вот это разнообразие в жизни, оно даже внутренне перерабатывается. Они заедут в это. Да постно, да скудно. Все, ждите. В радости это. Тут нет завиского взгляда. Камня за пазухой. Вот смотри, это наши потеряльские уже сами вот это вот все делают. Накручивают сены, и под пленку прячут. Видишь, нет? Вот сколько. Вот этот ток идет испорчено. Вон там между столбами видно элеватор. Корченский. Это километр, наверное, 18 до него. А это вот, вы видите, настроение рядом. Это наш костер. А вы здесь в интернет не выходите? Да, два раза больше. Здесь есть в интернете? Вот здесь, вот здесь, где вы стоите. А вы зайдите вот на мою страничку, там... Запиши. А, там сова и сокол, которые у меня жили. Ну, сова и сокол. А вы под напрасников набери сокольский. Мы ночью выйдем, сова вот так вот и хватает. Так ты у меня в комнате сидела, с Леной фотографировалась. А, сова. Да, я на нее сама завела страничку и играю с ее страницей. Вот, она-то там никогда не бывает. Это не ее страница. Так, они куда-то пошли? Они к Надежде Васильевне пешком. Мне сказали, говорит, что поговорить надо с ним, еще не надо. Кому с кем? А, ну с Григорем. Нет, с Григорем вроде познакомиться, поговорить, но я не буду никак, гляжу, он вроде не интересуется, не спрашивает. А, нет, просто, ну, посмотрите на него. Ну, так, я не отстранялся. Надо посмотреть одно. А то сказали, что Григорий хотел поговорить, вроде. А он хотел поговорить? Откуда мне? Нет, он приехал просто за компанию с Леной, чтобы Лену сопроводить. Ну, все тогда, что мы не оттолкнули. Нет, она его фотографировать, сфотографировала его, он с камерой, наверное, стилист. С фотоаппаратом. Да, вон, с фотоаппаратом. Мы-то привезли показать человека, что есть такое. Туще-то идут, себя сверкаются. А он просто приехал посмотреть, куда она приехала. Нет, красивое место, что-то скажешь. Да, чуть-чуть ближе было бы к Барнаволу, я бы приехала сюда. где он идет, дым-то идет. А-то поезд идет. Вон он на линии идет. Да-да. Экологию портит. Ближе, вон он, видо, вылазит. А, ну, я вижу зеленый. Вон, видишь. А так напрямую, тут километр два с половиной, не больше. Вон, когда зимой идет, вот зимой интересно, видишь поезд? Морикий такой грушный, а звук настолько близко, кажется, вот за забором поезд идет. Вот так вот. А это вот гречневое поле, вот белое это, желтое. Игоря Барабаша. Да, поезд. Это, фу, поезд. Дождь. Сейчас нас настигнет, скорее всего. А там лево-то, как красиво. Но на горизонте-то, посмотри, вот, какие-то, какие лучи идут. Открытки делать. Я такой снимок знаю, как-то, «Деванакс», кажется, написано. Бог грядет на латышском языке. Вот так вот солнце, и вот так вот лучи, вот так вот идут, и надпись «Господь грядет». А потом уже. И вся эта красота, это малая-малая часть сотворена в Голи. Один рассказывает, я вам адмирал, и говорит, я видел там, так вот птицы, которых я там видел. Вот у нас павлин и воробей. Да вот наш павлин, там, меньше, чем воробей. Какие там птицы. Я, говорит, видел и слышал. Он шахтер был, еще-то там с ним было, и мы записали его. Не то, что мужик какой-то, нормальный совершенно человек, но ему это было явно, когда он лежал на операционном столе, и сердце остановилось. Ну, бывает такое, называется клиническая смерть, там, или что. Я вот сейчас с одним переписываюсь, он, Сергей Козлов, 12 лет парализованный. Слышал? Сколько ему Бог открывает. И он говорит, вернусь сейчас, быть здоровым. Я не захотел бы. Вернул, обрывно ударился, и 7 позвонков дребезли. А кто-то, он около 15 минут лежал, под водой был. Как он остался живой, никто не знает. Там операции, по 7 часов делали. И стали делать это, искусственное дыхание, он же лохнул. Но позвонки лопнутые, перерезали весь спиной, мозг. И вот он вчера, так и говорит, боли невыносимые, моча идет с кровью, помолитесь. Он у меня буквально всю работу интернетную взял. Все делает, сам встречу устраивает. Он для меня сделался самый близкий в интернете. Она походу до Барнаула пошла его провожать. Ну почему? Да они же до Васильевны. А, они как-то... Ну поехали, идите, чтобы до дождя проехали. Спасибо Христову, Валерий, что приехали. Спасибо Христову. Давайте, с Богом. Аминь. С Богом или нет? С Богом, брат. А там волны, там, вот эта Нина, Кувнаула, сильно похожа на нее, на Лену. Это такая же форма и такая же, такая же ростом. Одно время она на меня сильно нападала. Из-за чего? Лена выезжала, я ей подарил крылышки. Крылышки, грача, сороки, у меня много чего. она, да вы как посмели моей дочери крылья, это же убийство, это птица, она любит разных животных, там, держит. Ну, ну как по-другому, то у меня это есть, я ей подарил. Я даже ни во что ставлю, что хорошо сделал. У меня крыльев-то целый музей. Давайте, пошли. Мы поставим... Свет дали. Электричество нету? Дали электричество, дали. Ну давайте...